Ребят, всем привет! С вами Дарья Йорк. Сегодня я хочу сделать обзор на мою последнюю люк-сумку, которую я приобрела, а именно это Sun La Ran Medium Lolo Bag. Я хочу вам рассказать о ее плюсах, о ее минусах, почему я решила приобрести именно эту сумку, почему именно в этом размере. И, естественно, в конце также я хочу сделать такой немножко старый формат Ютуба и рассказать, показать, что я храню в этой сумке, что я беру с собой каждый день. И вообще, я люблю лично даже сама смотреть такие видео перед тем, как приобрести эту или иную сумку, потому что они помогают определиться, какой размер взять, или вообще нужна эта сумка мне или нет. Поэтому сегодня я постараюсь максимально информативно рассказать все о этой сумке. И да, если вам вообще интересна тема моды и стиля, то не забывайте подписываться на мой канал. Ну а мы с вами уже начинаем. Как я уже сказала, эта сумка называется Sun La Ran Medium Lolo Bag. Вообще, эта сумка представлена в трех разных размерах. Это размер мини, это размер small и это размер medium. Я остановилась на размере medium, потому что мне нужна была большая такая вместительная сумка для работы. И именно эта модель, именно этот размер идеально для меня подошел. Я хотела такой нейтральный цвет, который я буду использовать каждый день. И, в принципе, я очень люблю эту всю бежевую гамму. Она очень хорошо и гармонично подходит к моему гардеробу, поэтому я решила остановиться на цвете dark beige. В принципе, Sun La Ran каждый год выпускает разные оттенки бежевого в этой сумке. Именно в 20-м был представлен этот цвет. Мне он, на самом деле, понравился еще больше всего, потому что под разным освещением этот цвет выглядит по-разному. То есть, если в светлом освещении, то эта сумка выглядит более светлой, такой более нежной. И в вечернем освещении она уже смотрится, знаете, в таком как будто оттенке топ. То есть, более нейтральном, более холодным. Это, конечно же, очень привлекает, когда одна сумка может так сиять под разными углами, если можно так сказать. Надо же, я сейчас смотрю в окно и вижу, у нас начался снег в Нью-Йорке. Вот. Но переходим обратно к сумке. Эта сумка выполнена из натуральной гладкой кожи. И изначально я переживала насчет того, как она будет носиться. Тем более, все-таки эту сумку я выбрала на каждый день. И я переживала насчет того, что она быстро как-то поцарапается. Но вот сейчас я уже использую эту сумку где-то 5 месяцев. И по-прежнему она просто в идеальном состоянии. Нет ни одной царапины. Хотя я довольно активно использую эту сумку. Поэтому кожа у нее очень хорошая. И в этом плане я, конечно, очень-очень ей довольна. Фурнитура у данной сумки выполнена в золотом цвете. В таком винтажном исполнении. То есть он не такой яркий, как обычное золото. Именно такой вариант смотрится очень дорого. То есть если бы это было классической такой золотой цепочкой, то однозначно она бы сразу же испортила эту сумку. Но вот именно это винтажное исполнение смотрится намного эффектней. Что, конечно, мне очень-очень нравится. Даже несмотря на то, что эта сумка сама по себе выглядит довольно миниатюрной. Она очень вместительная. Сбоку она выглядит таким образом. Сзади у нее нет никаких карманов. Я знаю, что некоторые не очень этим довольны. Но, в принципе, мне кажется, что он здесь не нужен. Потому что внутри этой сумки очень много места. И когда я вам уже покажу, что хранится в моей сумке, я уже потом вам покажу, как она выполнена внутри. Ручка этой сумки выполнена в формате вот такой золотой цепочки. Что очень-очень удобно. Потому что вы можете ее носить через плечо. Или делить эту цепочку на две. И носить уже на плече. Я люблю именно носить ее вот в таком формате. Потому что она прям очень удобно и комфортно сидит. Еще, конечно же, благодаря тому, что здесь идут две вот такие кожаные вставки. Где, кстати, тоже поставлен штамп Сан-Лоран. Тут написано Сан-Лоран Пэрис. Вот. Это очень удобно, очень продуманно. Особенно это хорошо пригородится именно в летний период времени. Когда у нас здесь просто бретелька от топа. И, естественно, если носить прям цепочку, то это чувствуется очень дискомфортно. Потому что это сразу же давит под весом самой сумки и всех вещей, которые лежат в ней. Так что это очень хорошо, что они продумали и добавили вот эти кожаные вставки. Что еще могу сказать? Конечно, деталей красивых у этой сумки очень много. Например, как раз вот где у нас идут вот эти цепочки. На вот этих металлических кружках написано Сан-Лоран Пэрис. То есть все настолько красиво, настолько продуманно. Я не знаю, почему я такая красная сегодня. Мне прям жарко. Вот. Но давайте, наверное, уже с вами перейдем. А, я хочу еще также затронуть то, где я ее приобрела. Так как я работаю профессиональным стилистом, естественно, я знаю про все классные акции, промоушены, которые происходят сейчас в магазинах. И в тот момент эту сумку выгоднее всего было приобрести в магазине Бердов Гудман. Так как у них был промоушен, когда вы тратите больше 2000 долларов. И вам возвращается гиф-карт на сумму 600 долларов. Изначальная сумма этой сумки была 2150. Но так как я живу в Нью-Йорке, у нас достаточно высокий такс. Поэтому общая сумма, которая заплатила за эту сумку, была 2340 долларов. Но, как я уже сказала, мне вернули обратно 600 долларов. И это, в принципе, очень такая хорошая и серьезная сумма. И также у этой сумки я хочу отметить два недостатка. Первое, это то, что за счет того, что она очень вместительная, конечно, это и хорошо, но в тот же момент и плохо. В том плане, когда вы ее полностью наполняете разными вещами, то она становится уже довольно тяжелой и увесистой. И этот вес вы чувствуете. Сама сумка по себе я не скажу, что она тяжелая. Но вот за счет того, что когда вы ее наполняете большим количеством вещей, то тогда вы уже очень сильно чувствуете этот вес. И второй недостаток у этой сумки, это то, что она может потерять свою форму, если за ней неправильно ухаживать. То есть, когда вы возвращаетесь домой после работы, вы должны вытаскивать из нее все вещи, которые есть, и ее наполнять именно тем наполнением, с которым она изначально шла. Тогда она будет держать и хранить свою форму. Но я видела у других девчонок, которые этого не делали, она со временем, знаете, так немножко обрисает. И она уже теряет свою вот эту красивую структурную форму. Вот, это тоже очень важно отметить. Поэтому, если вдруг вы решите приобрести эту сумку, то очень важно за ней правильно ухаживать. Вот, ну, в принципе, на этом все. Я больше не вижу никаких других недостатков. Также очень важно отметить, что у этой сумки идет магнитная застежка. И этот магнит очень плотный и сильный. И пока вы сам не захотите открыть сумку, она не откроется. То есть, нужно приложить усилия, чтобы ее открыть, как вы можете заметить. Вот, поэтому давайте я сейчас вам покажу, что у меня хранится в сумке. И потом я уже покажу, как она выполнена внутри. Так, давайте по порядку. Первое, что у меня хранится в сумке, это, естественно, мой телефон. Без него я никуда. Также у меня всегда с собой моя камера. Естественно, я сейчас на нее снимаю, поэтому она не в этой косметичке небольшой. Но так, я ее всегда каждый день беру с собой. Потому что ты никогда не знаешь, куда ты пойдешь. И, возможно, нужно сделать какой-то красивый кадр. Я стараюсь всегда с собой брать камеру. Также в моей сумке всегда есть вот такая зарядка. Ее хватает на три раза, что очень-очень круто. Я довольно активно и очень много использую свой телефон. Поэтому зарядка мне просто необходима. Следующее, что у меня в сумке, это вот такой небольшой пауч от Louis Vuitton, в котором у меня хранятся мои ключи. Это просто одна из лучших проявлений, которые я сделала за последнее время. Это все выглядит вот таким образом. Почему лучше? Потому что очень многие свои сумки я испортила внутри. Потому что ключи очень сильно, естественно, царапают кожаные поверхности. Поэтому я учусь на своих ошибках и решила приобрести вот такой небольшой пауч. Следующее, что у меня здесь, вот такой небольшой крем для рук от Chanel. В зимнее время особенно у меня очень сильно сохнут руки. И поэтому я всегда стараюсь с собой брать какой-то крем для рук. И вот сейчас я использую вот такой. Если вам интересно, я могу все, что смогу указать в описании, я укажу и оставлю для вас ссылочки, чтобы если вдруг вы что-то захотите, то сможете с легкостью приобрести. Следующая вещь, которая, я думаю, есть сейчас у каждого у нас в сумочке, это запасная маска. Потому что очень часто как-то они рвутся или ты их случайно теряешь. В общем, да, в сумочке у меня всегда есть запасная. Следующая вещь у меня есть в любой сумочке, которую бы я с собой не брала. Это вот такой кардхолдер от Saint Laurent. Я его купила 4 или 5 лет назад. Я уже точно не помню, но он по-прежнему еще в идеальном состоянии. Я безумно довольна этой покупкой, потому что сюда, в принципе, помещается довольно много разных карточек. И вот он по-прежнему просто в шикарном состоянии. Поэтому если у вас еще нет кардхолдера или вы ищете какой-то такой люкс-вариант, то обратите внимание на этот, потому что он просто супер. Я очень-очень довольна этой покупкой. Следующее, что у меня в сумочке. Естественно, я стараюсь максимально ухаживать за своими сумками, поэтому у меня есть косметичка. Я где-то 2 года назад решила приобрести вот такую от Louis Vuitton. И, в принципе, она, не скажу, что очень объемная, но в нее помещается абсолютно все, что мне нужно. Давайте я вам покажу, что же у меня тут внутри. Первое, это вот такое небольшое зеркало от Chanel. Сейчас вам покажу, как оно выглядит. Выглядит оно вот таким образом. Давайте открою. Получается там такое увеличительное стекло и обычное. Следующее, что у меня всегда есть с собой в косметичке, это вот такой кушен от Amore Pacific. Я его использую просто постоянно и уже где-то на протяжении 5 лет. Это действительно моя любимая тональная основа. Этот кушен довольно плотный. Он просто шикарно сидит на коже. Он выглядит очень натурально. Он у меня в оттеночке 204. Вот, поэтому вообще обожаю этот бренд. Тоже у меня уход. Большое количество разных классных средств от него есть. Но вот кушен вот этот, это просто, просто мой must have. Следующее, у меня есть вот такие матирующие салфетки от NYX. Небольшой санитайзер от Bath & Body Works. Также, естественно, у меня с собой всегда есть мой любимый карандаш для губ от Puba в оттенке 04. У меня всегда есть с собой лейко-пластер, потому что у меня постоянно появляются мозоли. Какую бы удобную обувь я с собой не носила. Далее, у меня также вот такой небольшой бальзам для куб от Becca. Это просто мое открытие. Мне он очень-очень нравится. В оттеночке он у меня rose. Он очень красивый, естественно, смотрится на губах. Он придает красивый такой розовый тинт. Следующий в моей косметичке всегда есть вот такой консилер от Maybelline. Получается, это коллекция Fit Me. И в оттенке он у меня 15. Просто обожаю этот продукт. Также, так как я аллергик, поэтому у меня всегда есть с собой Allegra D. На всякий случай, потому что ты никогда не знаешь, когда у тебя начнется аллергия. Следующая, естественно, пилочка. Всегда беру с собой. Вот такая небольшая миниатюра помады от Charlotte Tilbury в оттеночке Pillow Talk. Тоже мне очень нравится этот оттенок. Также у меня в косметичке всегда есть какая-то миниатюрка парфюма. Это у меня парфюм от Chanel. Называется Chanel Chance. Кстати, классный парфюм. Давно его не использовала. Просто фелесть. Есть еще один консилер. Вот такой от Tarte. Но он сейчас какой-то темный оттенок. Надо его убрать из косметички. И также я с собой ношу вот такие шпильки. Вот, потому что иногда хочется собрать волосы. И я люблю их использовать. Так что это все, что у меня было в косметичке. Когда я использую большие сумки, в основном у меня всегда с собой есть большой кошелек обычный. А в данном случае это кошелек от Louis Vuitton. Это тоже одна из моих последних покупок. Он очень красивый, потому что внутри у него такой нежно-розовый оттенок. И тут еще есть мои инициалы DIY. Просто я кайфую каждый раз, когда я его использую. Следующая, наверное, самая важная вещь в моей сумке, это мой iPad. Потому что на нем я выполняю практически всю свою работу. И делаю шоппинг для клиентов. И провожу онлайн-консультации. Здесь хранятся все анкеты моих клиентов. Поэтому эта вещь очень важна для меня. И да, очень-очень удобно в моей работе. Я прям использую каждый день. И последнее, что у меня есть в моей сумке, это вот такой блокнот от Dior, который я сейчас тоже использую каждый день. Я в нем и пишу какие-то списки дел. Или делаю заметки, когда общаюсь с клиентами. Поэтому это очень важная тоже вещь в моей сумке. Иногда я беру вот этот большой вариант, или я беру маленький вариант. Но блокнот я всегда люблю иметь под рукой. Так что да, я вам все показала, что у меня хранится в моей сумке. Теперь давайте покажу, как она выполнена внутри. Так. Ой, как я говорю, ее довольно сложно открыть. Получается, внутри у нее идет два таких больших отделения. Кстати, внутри она выполнена не из кожи, а у нее идет такой матерчатый материал в черном цвете. Честно говоря, мне это даже нравится еще больше. Потому что этот материал можно с легкостью протереть. И эта сумка, опять же, выглядит просто в шикарном, идеальном новом состоянии. Конечно, желательно не рассыпать тут пудру. Все равно стараться ухаживать за сумкой. Но в целом ухаживать именно за этой моделью намного легче, чем за некоторыми другими моими сумками. Вы тоже имеете это в виду. Поэтому да, у нее внутри получается два таких больших отделения. У нее есть потайной карман на замочке здесь сбоку. И также по центру есть еще один карман на замочке. Я его практически не использую. Или когда мне нужно, например, положить какие-то важные чеки или там визитки или еще что-то, то тогда в таком случае я уже буду использовать этот карман. Но в целом я его практически не использую. Но хорошо, что он есть. И когда он нужен, то просто могу спокойно положить туда какие-то очень важные документы. Вот. В принципе, я вам показала и рассказала все про эту сумку. Если у вас остались какие-то вопросы, то обязательно пишите мне в комментариях. Я, честно говоря, очень-очень довольна этой покупкой. И если вернуть время назад, купила ли я бы ее еще раз? Естественно, купила. Настолько она мне сильно нравится. Ее такая красивая структурная форма. Ее идеальный этот бежевый цвет. Это очень красивая, безумно дорогая фурнитура. Действительно, здесь очень много разных красивых деталей. И даже вот на вот этих кругляшках здесь написано Saint Laurent Paris. То есть красота действительно в деталях. И такую сумку очень приятно держать в руках. Ее очень приятно использовать. И действительно чувствуется, что это люкс-сегмент. И если бы я, например, выбирала свою первую люкс-сумку, то я бы очень была бы довольна, если бы остановилась на ней. Естественно, это не моя первая люкс-сумка. Но все равно я настолько ей довольна. Поэтому если вы думаете, стоит ее приобрести или не стоит, то я бы ее порекомендовала. Но опять же, все зависит от ваших каких-то предпочтений. Я вам сказала и о плюсах, и о минусах. И надеюсь, что вам это видео было полезным. Потому что я постаралась максимально рассказать все про эту сумку. В принципе, диаметры я сейчас также укажу здесь на экране. Кому интересно, если я смогу оставить ссылки, я также на нее оставлю. И, в принципе, оставлю ссылки на размеры другие, которые и mini и small есть еще у этой сумки. Но вот именно medium я просто влюблена в этот размер. Это прям идеальный был вариант для меня, для работы. И вот как раз именно medium размер я советую девчонкам, которые ходят на работу, и вам нужен какой-то такой классный классический вариант сумки, то вот этот просто один из самых лучших вариантов, которые сейчас есть на рынке. Ну и на этом все. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Надеюсь, что оно было полезным и информативным. Если так, то, пожалуйста, подержите меня пальчиком вверх. Если вам интересен, в принципе, такой формат обзора на сумки, то вы мне можете писать обзор, какой следующей сумки вы бы хотели, чтобы я сделала. Также напоминаю, если вы еще не подписаны на мой канал, но вам нравится тема стиля и моды, то, естественно, я буду очень рада, если вы подпишетесь. Ну и на этом все. Я вас всех целую. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok